Привет, друг! Ты на канале Школа волшебного папье-маше. Я Ира Русецкая. Каждое лето я провожу ревизию своей мастерской, меняю оборудование, добавляю некоторые аксессуары в свой интерьер. В этот раз у меня обнаружилась нехватка крючков, на которые я могла бы вешать свое оборудование, полотенчики и другие вещи. Я решила сделать коллекцию крючков и первые из них мы сделаем с тобой вместе. В этой части мастер-класса мы будем его красить и делать фактуру. А в первой части я показала, как сделать прочную основу без каких-либо сложных инструментов, вроде лобзиков, пилы и другого. Я заделала стеклышко фактурной пастой без опилок, а крючок я заделала пастой с опилками. Вот он тоже тут у меня уже как камень. Ну и поехали дальше. Смотри, вот я нашла вот такой симпатичненький элемент лишайника в книжке «Красота форм в природе» Эрнеста Геккеля. Это совершенно прекрасная книжка, которую, я считаю, нужно иметь у себя в библиотеке каждому человеку, который занимается скульптурой, любит красивые фактуры, ну или вообще любому художнику. Вот, например, трилобиты. Вот я сделала себе из полимерной глины множество таких маленьких окаменелостей. Например, вот это у меня водяные лилии. И вот еще тут кусочек водяной лилии. Вот этот. Какие-то камушки. Вот трилобиты. А вот эти кругляшки, это вот на этом месте. Они видны. Вот я сделала много разных размеров этих кругляшек. Сейчас наша задача сделать всякие вот такие вот элементы отдельные. Давай вернемся к заготовке и на ней примерно изобразим, как у нас будут располагаться на переднем плане. Все вот эти окаменелости. Ну, можно, например, вот, допустим, лесенка идет сюда. И вот здесь у меня вот такие бы тут камни лежать, да, какие-то вот мои улиточки. А здесь, например, может быть какой-то такой скос. Тут крючок. И вот тут у меня могут окаменелости быть. Трилобиты. Водяную лилию я сделаю. Ничего, что они не в масштабе. Все равно мы создадим красивый эффект. Как-то в разброс их пустим. Ну, а здесь уже сделаем фактуру при помощи фактурной пасты. Вот здесь будет все очень гладенькое. А крыша, наоборот, у нас будет фактурной. А маяк мы сделаем из опилочной пасты. Вот все, эскиз у нас есть. Так что поехали дальше. Вот, например, я сейчас заглажу фактуру домика самозатвертевающей глиной. Смачиваю пальчик и размазываю ее так, чтобы она попала в щели. И вот стена дома у нас уже будет такой более гладкой. Вот я сразу гладилочкой сделала окошки. Теперь я взяла опилочную пасту фактурную. И вот распределяю ее влажным пальчиком по маяку. Равномерным слоем. Вот это я сниму пока что. Вот как удобно работать с гладилочкой. Я ее всем, конечно, рекомендую иметь попросить у своего стоматолога или же купить. Вот теперь гладилочкой тут все выравниваем. Вот так вот. Но, видишь, я не делаю так, чтобы прям совсем было ровно. Вот обозначу здесь тоже несколько уровней. Допустим, пусть у меня будет 4 уровня. Поставим окошки. Теперь я заглажу вот здесь шляпу. Сделаю гладенькой. Еще можно где-нибудь вот тут добавить таких гладких элементов. Красиво смотрится, когда у нас есть не только какая-то выраженная фактура, но и гладкие места. Здесь у меня талия. Вот это моя основная фактурная паста из лотков. Ее я буду накладывать вот сюда вот на крышу, формируя скат крыши. Так, теперь я вот сюда вынесла пасту. Теперь буду выкладывать на ней вот эти мои все штучки. Например, вытяну лилию я очень хочу сюда. Вот такой вот шляпу. Теперь с этой частью Добавим сюда основной пасты и здесь можно сделать архитектурные элементы, полуразрушенные карочки, камушки. Теперь приступим к краске. Я замешала такой цвет. Здесь у меня черная, синяя и белая краска. Сначала я положила белую, а в нее уже по чуть-чуть добавляла черную и синюю. У меня получился такой вот чуть-чуть голубоватый оттенок серого. В тенях у меня будут холодные тона, а верхний светлый слой будет золотинкой. Вот я размешала до консистенции жидкой сметанки и покрываем полностью маяк так, чтобы красочка попала во все щели. Но нужно стараться, чтобы краска не убила всю нашу фактуру. То есть слой красочки должен быть достаточно тонким. Если она ложится слишком густо, добавь буквально пару капель водички у нее. Теперь добавляем спецэффектов таким разбеленным синим цветом. Вот, например, можно его в некоторые углубления добавить, чтобы эти места как бы мистически подсвечивались. И золото роял. Вот, например, сюда можно. Именно в ямочки его добавляем. Ну и вот здесь еще можно немножко золотом подсветить. Так. Вот здесь вот можно немножко. Логично будет, если мы золото добавим. Также сюда. Также я добавлю в некоторые тени такой синий густой цвет. Например, вот по окантовке крыши. Вот сюда. Здесь у меня вот прямо теневая сторона будет. Вот туда можно вот в эти щели добавить этот синий. И вот сюда вот. Понимаете принцип, что у нас будет базовый слой, вот этот нижний, как бы просвечиваться сквозь верхний. Теперь намешаем цвет верхнего слоя. Я добавила для этого в белую красочку вот такое сусальное золото. У меня получился такой белый цвет, немножко желтоватый. Он называется цвет детского дыхания по понтон. Вот его мы нанесем на верхний слой. Можно потренироваться на задней части. Красочка должна ложиться так, чтобы теперь наоборот не затекать во все щелочки. Поэтому у меня почти сухая кисточка. Когда здесь получается, переворачиваем и начинаем уже вот эти наши изящества прорабатывать. Наша задача проработать всю поверхность маяка таким образом. Пройтись по каждому миллиметрику. Возьмите мне эту часть маяку. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Чтобы все-таки нижний слой у меня немножко просвечивался... Сделаем белую шапочку... Ну и еще хочется как-то объединить вот эти полосочки, правда? Так что давай-ка теперь этим полупрозрачным слоем белого мы пройдемся и по полосочкам... Маяки бывают белые, мне хочется именно такую цветовую гамму, без красного, яркого какого-то... У меня он и так будет вот здесь гореть, а сам маяк у меня будет беленький... Я делаю его специально под свою мастерскую... У меня здесь все в таких приглушенных серых тонах... И это очень хорошо для мастерской художника, когда у тебя приглушенные серые тона... И ничего тебя не отвлекает... Вот в этом месте видишь, как хорошо у меня получилась каменная кладка... Ее тоже можно немножко выделить белым... Привлечь к ней как раз внимание... Такая мозаичная... Видишь, вот такой мозаичный у меня эффект... То есть то, что я сейчас делаю, я называю интеграцией... Когда я объединяю некоторые сегменты фактуры... Чтобы они смотрелись такими визуально целостными... Вот, например, давай отдалим и посмотрим... Видишь, вот этот кусок у нас уже объединен по тону... Теперь опять приплетим... И еще немножко его доработаем... Ну а теперь смотри, вот к этой кладочке... Хочется по тону подтянуть некоторые вот эти элементы... Поэтому я сейчас вот их вместе интегрирую в какой-то кусочек... Видишь... Кладочка вписалась вот в этот кусочек... А этот кусочек мы можем вот с этим объединить... И так нужно пройтись по всему маяку... И посмотреть, что мы тут можем интегрировать друг в дружку... Теперь нам нужна ватная палочка и зубочистка... Вот мы водичкой... Ладной палочкой пройдемся по стеклышку... А теперь зубочисткой... Аккуратненько... Залезая вот... В каждую щелочку... Уберем этот слой акрила... Со стекла... И вот с этой бусинки... О, это мистический момент... Я его обожаю... Ну и напоследок я увидела, что мне надо поярче сделать все-таки сам маяк... Выбелить его... И я взяла жирную красочку... И вот так... По верху, по всем полосочкам... И по этой тоже... Прошлась... И еще немножко по дому... Теперь маяк... Смотрится... Немножко отдельно от всей поверхности... Вот такая вот мистическая штука... Видишь, какой крючок... Да... О�! Субтитры создавал DimaTorzok